Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию обзора мода Pixelmon, то есть новой версии. Спасибо вам, тем, кто сказал, что всё-таки вышла новая версия 4.0.6. Только благодаря вам, моим подписчикам, я узнал, что она действительно вышла. И, в принципе, меня многие просили, чтобы я сделал обзор по этой версии мода. И, честно, ребята, в принципе, ничего тут такого особенно не добавили. Всё, что тут добавили, это только трёх новых покемонов. Я уже установил эту версию на наш сезон, шестой сезон с модом Pixelmon. И, в принципе, в скором времени, как я говорил, от 10-й до 15-й серии выйдет сборочка. Вы сможете её скачать и прям рубаться и рубаться и рубаться в новой версии Pixelmon. Я не стал делать перед этим обзором обзор версии 4.0.5. Я, к сожалению, не сделал, потому что я ленивая жопа тогда, когда вышла эта версия. Но всё же я так подумал, я не вижу смысла сейчас это делать, потому что в ту версию уже многие давно играли, уже многие знают, что и как там. Всё, что там изменилось, это вроде... Ну, может добавить, там добавили вроде 5-6 новых покемонов и также поменяли текстурку у Вульпикса. Но мы сейчас обозреваем версию 4.0.6. Поэтому, ребята, давайте как можно быстрее приступим и посмотрим, каких же тут покемонов добавили в этой версии. Тут, кстати, ещё добавили какие-то новые атаки. Или не то, что добавили, а пофиксили старые атаки, да. То есть, они там не очень хорошо работали, что-то там не работало, что-то неправильно работало. И они в этой версии их там какие-то атаки пофиксили. Ну, атаки мы сейчас рассматривать не будем, а давайте приступим к обзору покемонов. Первый покемон, которого добавили, это Апсол. Красавец Апсол. Я не знаю, выглядит... В принципе, я... А ну, давайте его заморозим. Можно его... Можно его заморозить? Так, сейчас, секундочку. Давайте он сюда подойдёт. Фриз. Вот так. Всё. Он стоит на месте, сейчас он не двигается. Кто не знал, вот команда такая. Когда выкидываешь своего покемона, нажимаешь эту команду, и он больше не двигается. Значит, не зря. Не зря я выбрал биом. Зимний биом для того, чтобы сделать обзор этой версии. Потому что, смотрите, как гармонично сочетается вот этот покемон с этим биомом и снегом. Как будто он прям вырастает с этого снега. Видите, как будто даже лапы отсюда вырастает. И он так пафосно стоит. Мол, я тут хозяин, идите все отсюда. И тут на карауле у нас два лукарио стоят. Ну, прикольный такой покемон. Классный цвет глаз такой, красненький. И один рог. Один рог такой у него. И больше ничего тут нет. Давайте посмотрим на этого же покемона, но шайни. То есть, как это? С другого ракурса, да? С другого цвета. Тот же покемон. Вот он. Ага, нужно разморозить. Да, вот он. И сейчас давайте заморозим, чтобы... Хотя, в принципе, давайте разморозим, чтобы он мог двигаться. Мог двигаться. Цвет вроде точно такой же, да? Цвет вроде точно такой же. Может, тут чуть-чуть какой-то ярче. Хотя, может, даже цвет один и тот же. Все, что меняется, это меняется цвет глаз с красного на зеленый. И меняется вот этот рог и вот этот хвост. И вот тут... Ух, нифига себе, какие тут шипы красивые, да? У него вот тут прям панк какой-то с этими шипами. А меняется и все, что... И глаза, да, с красного на зеленый. И вот это с синего вроде на вот такой темно-красный бордовый, да? Да, ой, ой, назад, назад, назад. Следующий покемон это у нас Пучи... Пучиэна, если я правильно... Пучиэна, Пучи... Пучиэна, если я, короче, правильно называю, извиняюсь, если нет, но все же. Так, вот она, вот. Иди-ка ты сюда, иди-ка ты сюда. Я прям хочу вот этого покемона. Я прям хочу... Ну, не в том смысле, что вы подумали про газники. А в том смысле, что я бы его хотел словить в... Давайте его заморозим, чтобы он никуда не ушел. Я бы его хотел... Да, ты прям какой-то баганутый. Вот, во, как красиво поза прям такая... Раком такая поза. Эдисон. О чем ты думаешь, да? Это... Ну, кого мне он напоминает? Может мне какого-то такого маленького-маленького волчонка мне напоминает? Мне кажется, да, действительно, какой-то волчонок. И тут, в принципе, его шайни-эволюция, да? Тут серенький, тут желтенький. Тут у него глаза желтенькие с красным, тут у него голубенькие с красным. В принципе, я и честно, ребята, в новом сезоне, напомните мне, пожалуйста, в новых сериях нашего шестого сезона Пиксельмон, чтобы я словил вот этого покемона. Потому что, если честно, он мне очень сильно нравится. И я прям уже не могу терпеть, чтобы его словить. Так, ну, его мы посмотрели. И давайте последнего покемона, которого добавили в этом моде. Это у нас... В этой версии мода. Это у нас... Это у нас третий покемон по счету. Я даже как-то не хочу читать вот это имя. Майтена. Майт. Если я на каком-то уровне владею английским, то... Вот это Майт. Это читается Майт. Не надо меня там переправлять, потому что я знаю, как это читается. Я не такой тугодум в английском. Поэтому, ребята, Майт. Майте. Майтена. Если прям так дословно как-то читать, то получается Майтена. Но в мире покемонов вы знаете, что все так запутано в какой-то степени. Может, как-то это по-другому читается. Но если читать по-английски, то читается Майтена. Но, ладно, не буду с вами спорить. Вы, как всегда, там скажете. Эй, если он там дурак, не знает, о чем говорит. Это не так, это не так, мы умнее. Ну, не спорю, может и умнее. Может. А может и нет. Ну, ладно. Дальше. Это его шайни оболочка. Вот это обычный. Черненький с белым. А тут такой цвет поносиковый. Такой коричневый. И... И... И с таким... Не знаю, с желтеньким цветом. Да, давайте я один включу. Вот так, с желтеньким цветом. Тут у него желтые и красные глаза. Тут у него желтые и голубые глаза. Вот ты голубятина нафиг. Ну, тоже крутой покемон. То есть, может даже в чем-то он мне напоминает вот этого покемона. Как будто это его следующая эволюция. Может это его и есть. Вряд ли. Ну, ладно. Ну, очень мне напоминает вот этот. Почему-то вот этот. Как будто это первая эволюция. Это вторая эволюция. Давайте их всех на счет три разморозим. Один. Два. Три. Ух, побежали, побежали, побежали все. Ну, прикольно. То есть, ребята, все. На это мы, наверное, будем... Я ему в башку кинул. На это мы, наверное, будем заканчивать наш обзор. Вот первый покемон. Вот второй покемон. Вот третий покемон. Все. Это три покемона, которых добавили в новой версии пиксельмона. Еще раз напоминаю. Версия 4.0.6. Просто, чтобы сразу, сразу избежать тупых вопросов. Эдитон, пожалуйста, добавь новую версию на сервер. Я сразу же скажу, что новую версию на сервер нереально добавить в данный момент. Потому что серверов под новую версию пиксельмона нет. Вообще серверов под версию 1.8 Minecraft, они настолько сырые, ребята, что будет еще больше багов, чем теперь. Поэтому, как только вот эти сервера, эти все новые версии пройдут тестирование, и можно будет спокойно брать и запускать новые сервера на новых версиях пиксельмона, даже вот на этой же взять 4.0.6, ребята, в тот же момент я запущу специально для вас новый сервер. Но, ребята, просто сидите, подождите. Я сам, честно, я сам не знаю, когда это все будет работать. Я также сижу и жду, как прям вы. Поэтому, ребята, не пишите мне, пожалуйста, Эдисон, обнови свои сервера на новую версию, потому что это устарелая версия. Ребята, я еще раз повторюсь, в данный момент это невозможно сделать. Как только это стать возможно, тогда мы и посмотрим. Ну, ладно, об этом позже. Сейчас, как я заметил, это как будто три каких-то пса. Да, то есть, вот смотрите, вот этот похож на такого песика, вот этот похож на пса, и вот этот на волчонка похож. То есть, можно сказать, что в этой версии добавили трех новых покемонов, и все они псы блохастые. Ну, все же, мы их посмотрели, на этом мы будем заканчивать эту серию. Я не хочу с вами прощаться, ребята, я не хочу с вами прощаться, но все же нам нужно заканчивать. Ставьте лайки, я буду этому очень сильно рад, как вы знаете. Лайки, это всегда для меня прям огромная мотивация делать новые видео. Я хочу как можно больше делать новых видео для вас. Ребята, я для вас стараюсь, выпускаю по два, по три видео в день. Пожалуйста, постарайтесь для меня тоже, поставьте, пожалуйста, лайк. Оставьте свои комментарии, я, наверное, один из немногих ютуберов, которые общаются со своими подписчиками, прям практически со всеми, с адекватными. С неадекватными, ну, с неадекватными, понятно, просто их нужно посылать, потому что они, по сути, неадекватные. А с адекватными, добро пожаловать, добро пожаловать в нашу дружную большую семью. Если вы не верите, просто-напросто зайдите в комментарии, посмотрите, что я практически отвечаю на каждый вопрос своего любимого подписчика, если он, конечно, еще раз повторюсь, адекватный. Поэтому, ребята, все, что от вас требуется, просто-напросто поставить лайк. Я буду очень рад, если вы поставите свой комментарий, я попытаюсь на него ответить и пообщаться вместе с вами. Вступайте в нашу банку ютуберцев, вот, 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 вот тут, видите, вот тут, там есть такая красненькая кнопочка, называется, подпишись на канал. Я буду рад, если вы на нее нажмете и все-таки подпишитесь. Ребята, на этом мы будем заканчивать, всем следов за просмотр, всем удачи, всем, всем пока, ребята, мы прощаемся, мы прощаемся с вами, пока! Ссылочка на скачивание Эта мода в описании Заходите и скачивайте Вот сейчас пока